Здравствуйте! В эфире выпуск программы «День за днём» в студии Виталий Волков. Сегодня в преддверии празднования Дня освобождения Смоленщины состоялся традиционный митинг у памятного знака, казнённым мирным жителям деревень Кукуевка и Серебрянка. С 2001 года, когда был установлен этот знак, молодёжь Десногорска ухаживает за этим местом и отдаёт дань памяти поневинно убиенным. В годы войны на Смоленской земле шли ожесточённые бои. Машина вермахта прошла по нашим землям не только мечом, но и огнём. Полыхали города и деревни. Не обошла эта участь и небольшие поселения Десногорска. 5 марта 1942 года фашистские каратели загнали в уцелевшее здание склада и сожгли заживо 19 человек. Среди них – старики, женщины и дети. Это были жители деревень Кукуевка и Серебрянка. Спустя почти 60 лет на этом месте был установлен памятный знак. Он состоит из каменного валуна с мемориальной доской, на которой написаны имена невинно сожжённых жителей деревень. Два раза в год в памятные дни здесь проходят митинги, а представители молодёжных общественных объединений организуют субботники. Неравнодушные люди убирают территорию, прилегающую к памятному знаку. Данное памятное место находится уже много лет под нашей опекой. Поэтому мы всегда приезжаем два раза в год на субботники возложения цветов. Обязательно рассказываем местным жителям, кто здесь находится на даче, который подходит к нам. Мы рассказываем, что здесь произошло в годы Великой Отечественной войны. За этим памятником ухаживают волонтёры, дети. Это большой вклад в воспитание их как личности, как гражданина, патриота. Поэтому я считаю, такие мероприятия – это очень правильное мероприятие. Дети должны участвовать в сохранении памяти. В знак уважения и скорби участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к памятнику цветы и венки. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. А теперь коротко о погоде. 25 сентября в Десногорске будет облачно с прояснениями. Днём плюс 22, ночью плюс 12. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся.